Такой робот может быть очень полезен в обычной жизни содержания в первую очередь. Давайте разберемся с понятием антропоморфного робота. Слово антропоморфный означает не что иное, как человекоподобный или человекообразный. Исходя из этого можно вывести следующее определение, человекоподобный робот от Тойота. Выглядит дружелюбным. Я не знаю, что такое робот, но когда я увижу его, я пойму, что это робот. Джозеф Энгельберг, американский ученый и инженер. Хотя иногда с похожестью выходит перебор. Примером такого перебора может служить робот, которого создал и успешно использует Хироши и Шигура. Еще в 2009 году он создал свою полную копию, которая не просто выглядит как он, но и способна повторять его движения. Профессор которого британцы удостоили места в третьем десятке ныне живущих гениев, использует его для общения со своими студентами и другими людьми, когда не может лично присутствовать на лекции или встречи. Сможете без раздумий сказать, кто из них и Шигура? А кто, его роботизированная копия? Может обсудим это в нашем телеграм-чате? Проблема в том, что андроида профессора и Шигура принимают за настоящего еще из-за того, что он способен нормально говорить, так как по сути он просто транслирует речь живого человека. Современные роботы уже могут строить диалоги, но пока у них это получается не очень хорошо. Они или немного подтормаживают, или строят такие фразы, которые не услышишь от живого человека. Если при этом, оснастить такого автономного робота полностью человеческой внешностью, на манер андроидов и Шигуры, они будут не привлекать, а наоборот отталкивать. На эту тему даже проводилось множество соответствующих исследований. Они все пришли к выводу, что люди пока не готовы к слишком реалистичному роботу, так как не знают, чего от него ждать. При общении с таким они начинают заметно нервничать и ощущать дискомфорт. В разобранном виде робот для взрослых выглядит совсем не круто, гораздо больше пользы от роботов, которые зачастую имеют причудливые формы, но созданы для выполнения конкретных задач. Например, погрузчики, роботы для покраски автомобилей, подводные беспилотники и тому подобное. Все они заточены под выполнение, как правило, одной конкретной задачи, но зато справляются с ней очень хорошо. Тем более они не требуют сложных систем балансировки, как их антропоморфные коллеги, и их гораздо проще оснастить элементами питания. Тем не менее, в последнее время роботостроение снова обратило свой взгляд в сторону именно антропоморфных роботов. Тут возникает легкое недоумение. С одной стороны, ученые не дураки, странно, да? И если они занимаются этим, значит в этом есть смысл. С другой стороны, мы понимаем, что наше тело совершенно только с точки зрения простого существования. Для работы оно пригодно не очень хорошо. Речь даже не о слабости костей или ограничениях болевого порога. Я говорю скорее об особенностях, которые не позволят, например, быстро перекладывать большие металлические листы с места на место, так как это делает рука-манипулятор. Примеров можно привести много, но суть вы поняли. Объяснение такой любви к человекоподобности роботов, кроме желания создания себе подобных, может быть только одно. Человекоподобный робот будет проигрывать в большинстве конкретных задач, но будет наиболее универсальным. Другими словами, он сможет заменить человека в том, что до этого он делал сам. То есть он не будет хорош в одном конкретном деле, но его можно будет научить делать все, что делает человек. Он сможет заменить человека за станком, после этого сеть вместо него за руль автомобиля, да и просто без труда перемещаться в городской среде без колес и прочих манипуляторов. И все это будет один робот, а не три разных. А ведь это тоже робот. Просто не антропоморфный. В этом есть определенные плюсы. Но пока создать таких роботов у ученых не получилось. И нам остается только ждать, когда это станет возможным. А учитывая скорость развития технологий, не думаю, что это займет слишком много времени. Робот Феда в деле. Правда, дело это пока не самое важное. Кстати, одним из примеров таких роботов является Феда, про которого недавно говорили из каждого утюга. Не будем сейчас вдаваться в его подробности и искать плюсы и минусы. Это просто пример того, где такой робот может пригодиться и скорее всего, работы в этом направлении будут активизироваться еще больше, вовлекая в это все новые компании и исследовательские институты. При этом, они не являются конкурентами друг другу. Они смогут не просто существовать вместе, но и помогать друг другу. Например, робот-погрузчик будет привозить со склада краску, человекоподобный робот, который на ночную смену заменит человека, зальет ее в робота-малера и нажмет своим механическим пальцем кнопку на пульте. Утром к этому же пульту вернется человек, а своего сменщика поставят на зарядку. Вот научите роботов слишком многому, а они начнут за вас даже в компьютерные игры играть. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.